Вчера мы сняли пилотик проекта «Житейские истории». Это съемка короткометражек людьми, находящимися на самоизоляции. То есть мы пишем сценарии, в которые подразумевают телефонные, ну или любые электронные разговоры по Вайберу, по Скайпу, по Ватсапу. И в этих разговорах люди обсуждают житейские истории. И вот вчера мы написали первый сценарий, и в этом режиме сняли эту сцену, да, эту короткометражку, и расстояние между участниками процесса было, ну, пара тысяч километров. Называется «Житейские истории. Антимегаполис». Давайте посмотрим. Ну и в начале выпуска новые цифры. Более чем на 6 тысяч человек увеличилось число зараженных коронавирусом в России. Вот половина из них в Москве, где по-прежнему пока самая сложная ситуация. Также за сутки серьезно увеличилось число инфицированных в Московской, Нижегородской областях и Дагестане. Излечились и выписаны из больниц 570. 50 человек спасти не удалось. На плато распространения вируса России. Алия. Вань, привет, ты там как? Привет, Серега. Да ничего, а как там у вас? Ой, да этот карантин у меня уже в печенках. Не поехать никуда, не работать, заняться. При этом я смотрю на этот шепетой и понимаю, что что-то здесь не так. А что не так? Слушай, ну у тебя есть знакомые, родственники или кто-то из близких, кто заболел коронавирусом? Вот у меня лично нет. Ну если только Лев Лещенко, а так больше никого. Ну да. А у меня тогда получается Игорь Николаев. Похоже, этим карантином они решают совсем другие задачи. Только зачем было так опускать доходы и запрещать людям работать? А что, работы нет совсем? Да нет. Всех за свой счет, а что будет дальше, я вообще не знаю. А, ну понятно. А я тут огород перекопал, картошку буду сажать, яблоньку привил. У меня будет хороший урожай. О, я тебе завидую. Ну я тебе давно говорил, бросай ты свой скворечник, да приезжай в деревню жить. Тут вон рыбалочка у нас. Всегда дело есть какое-то, не скучно. И с голоду здесь не умрешь. Да я понимаю все. Ну, здесь-то работа была хоть какая-то. Ну так и сейчас-то ее нет. Там горячим хлебом пахнет в доме нашим. И бежит куда-то под горой река. И дорогу гуси переходят важно. И во враги шмель мохнатый пьет росу с цветка. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустит меня не хочет родина моя. Хочу сказать, что все желающие, которые хотят принять участие в этом проекте, для этого не требуется денег, могут постучаться ко мне в WhatsApp. Я вас добавлю в группу. Мы там обсуждаем сценарии, обсуждаем производство, обсуждаем, как это все мы делаем. Добавляйтесь. Житейские истории – это такое движение достаточно активных и целеустремленных людей. Спасибо за внимание.